Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали третью часть главы, которая называется Баранья и Жаркое. Сегодня нас ждет четвертая часть этой главы. Ну что, поехали. Потом вдруг невесть чего-то испугался один из пони и ускакал. Его не успели перехватить, и он забежал в реку, пытаясь вытащить его из воды. Филики чуть не утонули, а по кулашу унесло течение. Там, как назло, была большая часть провизии, поэтому их ожидал скудный ужин. И еще более скудный завтрак. Так они сидели хмурные, промокшие и врачали. А ойн и глуин продолжали возиться с костром и переругиваться. Бильбо с грустью размышлял о том, что приключение это не увеселительная прогулка в сияющий майский день. И вдруг балин, который выполнял роль дозорного, закричал. «Глядите, огонь!» Немного подаль темнел холмом, местами довольно густо поросшие деревьями. Вгущие деревья впрямь сверкал огонь, красноватый, уютный, словно нет костра или пакелов. Они поглядели и принялись спорить. Одни стояли за то, чтобы пойти и просто посмотреть, что там такое. Хуже не будет. Другие убеждали. Местность нам не знакома, и горе через чую близко. Чем меньше приобретать любопытства в пистии, тем меньше вероятности попасть в беду. Кто-то сказал, но нас как-никак четырнадцать, а еще один приговорил. Куда запрепустился Гентальф? Этот же вопрос принялись повторять все на перебой. Тут дождь полил пуща прежнего, а Оин и Глоин подрались. Это решило дело. В конце концов, с нами взломщик, сказали они, направились в сторону огонька со всеми возможными предосторожностями, ведя своих пони под узцы. Они добрались до холма и вступили в лес. Потом начали подниматься вверх, но нигде не было видно тропы, которая бы вела к дому или ферме. Как они ни старались, все равно шороха, треска и скрипа, ровно как воркотни и чертыхания, пока они продирались в полной темноте сквозь чащу. Было хоть отбавляй. Внезапно красный свет ярко блеснул между стволами совсем близко. Теперь очередь за взломщиком, сказали они, подразумевая Бильбо. Ступайте и проверьте, что это за свет, зачем он и все летихо и безопасно приказал Торин Хоббиту. Поторапливайтесь, если все в порядке, побыстрее возвращайтесь. Если не в порядке, тоже попробуйте вернуться. Не сможете вернуться, дважды крепните сычом, а один раз ухните филином, и мы постараемся что-нибудь предпринять. И Бильбо пришлось идти, так и не успев объяснить, что он и одного раза не сумеет ухнуть филином или крикнуть сычом. Зато Хоббиты умеют совершенно бесшумно ступать в лесу. Они очень гордятся своим умением, и Бильбо не раз презрительно фыркал, слушая Таратам. Тарарам, который, по его мнению, устроили гномы, пробираясь по лесу. Я-то лично думаю, что мы с вами не заметили бы равняхонько ничего, даже если бы Ковалькада програцевала в двух шагах от нас. Что же касается Бильбо, то когда он ковался к огоньку, наверное, даже осторожный Харок ничего бы не услышал. Бильбо благополучно, никого не вспугнув, добрался до огня. И вот, что он увидел. Ну вот и все. Мы прочитали... Мы прочитали... Мы прочитали четвертую часть главы, которая называется Бараньи Жаку. В следующей серии нас ждет пятая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур Денис ТВ. Всем пока!